Депутаты законодательной палаты Оли Мажлиса приняли на третьем чтении законопроект о правовом положении иностранных граждан и лиц безгражданства в Узбекистане, сообщает Пресс-служба Нижней Палаты парламента. Отмечается, что документ обусловлен необходимостью установления в современных условиях глобализации дополнительных мер по защите суверенитета и территориальной целостности Узбекистана. Также законопроектом определяются основы и порядок признания нежелательным пребывания иностранных граждан и лиц безгражданства в Узбекистане. Для признания неприемлемым их пребывание в нашей стране могут стать публичные призывы или действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, дискредитирующие честь, достоинство и историю народа Узбекистана. Учитывая критерии определения нежелательных граждан, в этот список могут попасть некоторые политические деятели. Например, писатель Захар Прилепин, своими высказывания вызвавший гневный ответ со стороны узбекистанцев. Напомним, 20 декабря прошлого года россиянин выступил с инициативой присоединить Узбекистан к России, так как эта Центральноазиатская республика является родиной многих трудовых мигрантов. Или же скандально известная певица Наргиз, которая неоднократно оскорбляла Узбекистан и его режим. Также предлагается на пять лет запретить иностранным гражданам или лицам безгражданства этой категории въезд в Узбекистан, открытие банковских счетов, приобретение недвижимости, участие в приватизации государственного имущества, вступление в финансовые и договорные отношения. Законопроектом также определяются основа и порядок депортации лиц, которым не разрешено находиться в стране. Отмечено принятие законопроекта послужит укреплению государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, защите межгосударственного, межэтнического, межрелигиозного согласия, обеспечению проявления уважения чести, достоинства и истории народа Узбекистана. Если временно или постоянно проживающее в Узбекистане лицо признают нежелательным, то, согласно проекту, это может стать причиной отмены его права на законное проживание и пребывания на территории страны, его депортации. Получив уведомление МИДа о признании лица нежелательным, этот человек должен будет добровольно покинуть Узбекистан в течение 10 дней. Если это условие не соблюдено, лицо высылается из страны в принудительном порядке. Страны, запретившие въезд нежелательным гражданам Депутаты Узбекистана упомянули, что в создании закона проекта учитывался опыт Казахстана, Китая, Азербайджана, России, стран Прибалтики, Польши и Беларуси. Если говорить про опыт Латвии, то глава латвийского МИДа сообщал, что их страна, ограничившая въезд только российским гражданам шенгенскими визами еще в 2022 году, сделала это по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией. А 7 сентября Литва, Латвия и Эстония договорились и об ограничении на передвижение граждан РФ через границы с Россией и Белоруссией. Отмечал, что исключение сделают для дальнобойщиков, дипломатов, членов их семей и для граждан, въезжающих в прибалтийские страны по гуманитарным причинам. В России же, согласно федеральному закону о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, нежелательно может быть признан любой иностранец, который создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку, либо здоровью населения. Признать нежелательным могут в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц, что очень похоже на наш законопроект. Сколько иностранцев признали нежелательными к пребыванию в России, неизвестно. Списка на подобие перечня нежелательных организаций или СМИ иноагентов нет. Но с момента принятия закона с каждым годом все больше мигрантов, иностранцев и даже граждан России признают нежелательными. Известными примерами в России являются певица Светлана Лобода, рэпер Моргенштерн. Все они высказались против России и вооруженных сил РФ. Но при этом для отдельных лиц существуют правила, при которых они могут вернуться и получить разрешение во въезд при выполнении обязательных условий. Возможно, и в условия входит прекращение дискредитации страны. Какие же предпосылки были в нашей стране для принятия данного закона? Есть ли угрозы и какие есть плюсы? Добрый день, Никита. Как вы думаете, с какой целью власти хотят принять закон о запрете въезда в Узбекистан иностранцам, которые делают неподобающие заявления? И как вы в целом относитесь к данной инициативе? Ну, гадать о том, что думают власти, конечно, идея совершенно бесперспективная, потому что мотивы у них могут быть самые разные. Более того, сам термин «власти» не применим к этой ситуации, потому что наш политический истеблишмент — это не монолит, это скорее разные группы с разными интересами. И кто является инициатором и вдохновителем этого закона, я не знаю. Но, как мне видится, цели тут две. Первая — возможно, патриотическая. Кто-то действительно оскорбился тем, что в нашу сторону разные зрители вроде Захара Прилепина, а также религиозные экстремисты, которые проживают за границей и прочее. А вторая цель, конечно же, как мне кажется, хочется ограничить возможность влияния и воздействия на нас, представителей различных международных организаций, иностранных журналистов, возможно, критически относящихся к Узбекистану. Трудно сказать, пока закон не начнет применяться на практике. Как только он начнет применяться, мы с вами сразу увидим, для чего это было сделано. А как вы охарактеризуете пункты в законе, по которым иностранных граждан могут привлечь к ответственности? Ну, как охарактеризую? Ну, очевидно же, чтобы закон работал, им нужна какая-то мера воздействия. Опять же, совершенно точно мы сможем сказать, на кого этот закон направлен, как только его начнут применяться. В принципе, в международной практике такие законы существуют и в развитых, и в неразвитых странах. Проблема не в законе, проблема в его имплементации и в том, как и в отношении кого он будет применяться. Там есть очень размытая мера, то есть закон непрямого действия, неконкретный. Ну, окей, допустим, там написано, что применяться он будет по отношению к тем, кто вызывает междусударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду. Это ещё более-менее понятно, и понятно, как это применять. У нас есть схожие нормы в административных и уголовных кодексах. То есть можно сказать, что их спроецируют просто на иностранцев. Но вот что такое честь и достоинство и оскорбление истории Узбекистана, мне кажется, это совершенно алогично и противоречит многим нашим другим законотворческим нормам, не зная, почему Министерство юстиции на это не обратило внимания. Например, совершенно точно я вам могу сказать, что оскорбить нашему текущему законодательству можно только конкретного человека, физическое лицо. Например, нельзя оскорбить организацию, потому что у неё нет чувств, и она не испытывает моральных страданий. Поэтому оскорбить организацию нельзя. Как можно оскорбить историю Узбекистана, а также честь и достоинство не физического лица, не живого существа, не очень понятно. Потому что по нашему текущему законодательству, по толкованиям УПК, честь и достоинство есть только у живого существа. А как вы думаете, этот закон — это ограничение свободы слова или защита суверенитета от влияния иностранцев? Опять же, я говорю, непонятно, как он будет применяться. Я не знаю, для чего они его придумали, в патриотических лицелях или в целях ограничения свободы слова, но очевидно, что его можно использовать и так, и так. Это исходит из его размытых норм, то есть особенно из вот этих про честь и достоинство истории Узбекистана. Мы можем вспомнить хрестоматийный случай, когда знаменитый режиссёр Умиды Ахмедова, не помню, году в 2011 или ещё раньше, была осуждена за клевету и оскорбление узбекского народа. И вот тогда была большая юридическая коллизия. Дело в том, что она сняла документальное кино. А документальное кино не может никого оскорбить по факту, потому что в нём нет художественного вымысла. Оно просто показывает то, что есть. Поэтому оно не может быть оскорбительным. Иначе нужно признать то, что сама реальность оскорбительна. Как будет толковаться такая юридическая коллизия, непонятно. А как вы считаете, данный законопроект будет защищать наш суверенитет или же это больше направлено на контроль за иностранными гражданами? Напишите своё мнение в комментариях. А с вами была я, Малика Тагайназарова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нашими новостями. До скорых встреч!